всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про isu 152 к взял на ней три отметки значит у меня есть что вам рассказать isu 152 к это вторая модернизация танка isu 152 после модернизации isu 152 м идет у нас isu 152 к модернизация замечательное увеличение запаса хода чуть больше чем в полтора раза и по большому счету в принципе больше никаких изменений в самой игре вообще не особо что-то должно изменяться но в игре у нас это практически разные танки isu 152 обладает лучшим дпм орудие лучше опускается и мобильность лучше а вот isu 152 к обладает большим пробитием и все больше ничем большим она не обладает все остальное хуже мобильность хуже у вены хуже и дпм хуже замечательная модернизация получилось у картошки как они в игре могут показать то что танк едет дальше как эти бонусы в игре у нас отображаются в принципе никак еще унифицировали разные там узлы и детали но как ты тоже эту не унификацию чтобы это все подходило с других танков как ты это покажешь в игре тоже непонятно вот видимо они и показали то что в танке все хуже кроме пробития для меня это все это вообще непонятно какая-то чушь мне лично больше нравится прокачиваемая isu 152 поскольку она более динамично мобильная на ней приятнее и удобнее играть но все же я взял на isu 152 к тоже 3 отметки как и на isu 152 и это было намного тяжелее дольше и неприятней но вот советы которые я вам дам чтобы как можно больше набивать циферок быть результативнее и эффективнее каждый бой на этом танке во первых мы на этом танке не любим маленькие закрюченные всякие карты типа тундры шмундры там всякой поскольку там неудобно тяжело прострелы занимать и там почти некуда стрелять по всяким туннелям где часто вылазят челики какие карты мы любим мы уже поняли что нам нужны какие-то туннели где часто вылазят тяжей подставляются какие-нибудь парижи старая гавань рыбацкая бухта и так далее там энск допустим где челики в одной дырке вылазят и мы туда просто напихиваем снаряды я никогда не мог подумать что мне когда-нибудь рыбацкая бухта будет нравиться я на тяжи никогда не мог понять нафига мне эти кусты посреди города а она оказывается чтобы и сушка стала за эти кусты и просто в силуэт тяжам напихивала полный рот он она зачем оказывается следующий совет по оборудованию и полевой модернизации и так я перепробовал на этом ведре все и сборки на скорость и сборки на точность и на дпм лучше всего поставить и на дпм и на обзор за счет обзора очень много циферок мы получаем суммарки в отметку и принципе отметка возьмется намного легче ставим досылатель просветленку вентиляцию в полевой модернизации мы ставим проходимость грунтов улучшение точности и увеличение обзора и с этими сборками мы очень легко фармим кучу циферок следующее заряжаем фулл голду на этом этапе вы можете подумать что я идиот но сейчас узнаем кто еще идиот ббшка стоит 1600 серебра летит со скоростью 800 с хвостиком навесной траекторией которая называется хрен попадешь стрелять тяжело бы бэшкой она кривущая косущая и просто ужас до в стоячий танк залетает до пробития большое да это ббшка большой калибр она крутая да обалдеть только ей попасть тяжело берем теперь под калибр который летит со скоростью то ли 1000 то ли 1100 метров в секунду стоит 4800 а альфа напоминаю у нас 750 большинство прям танков за альфу 390 400 отдают по 5000 по 5200 серебра а мы отдаем 4800 за 750 это супер дешевая голда невероятно дешевый голдовый выстрел грех не пользоваться такими дешевыми голдовыми снарядами тем более они летят не по навесной траектории как бы бэшка там как камень как будто бы ты рукой кинул они летят более менее прямо не летят быстрее ими легче стрелять легче попадать легче брать упреждения соответственно лучше средний урон у нас легче набить три отметки результативнее у нас получается каждый выстрел чаще серебро которое мы тратим на снаряд она чаще окупается за счет этого мы фармим примерно столько же сколько на бэбэшках потому что мы платим на бэбэшках за то что мы стреляем в землю и в небо и то что мы не попадаем плюс еще и результат хуже про расходники я молчу большая ремка аптечка до паек это всегда full голда оборудование сказал полевая модернизация сказал как вести себя на картах тоже рассказал также еще немаловажно если нет у нас в городе там кустов или в туннелях занимать первым дырки и прострелы и заранее ждать там где враги часто вылазят для того чтобы стукнуть ему на пол хп и спрятаться вот основные у нас в принципе такие вот телодвижения каждый бой нужно досконально изучить карту прострелы для того чтобы на таком неудобном танке подлавливать врагов занимать заранее всякие повороты углы прострелы туннели с кустами без кустов как уже получится это основной геймплей на этом и су-152 к какой-то там сидеть в углу в кусту кем перить там типа такого геймплея его там дай бог пару процентов основной геймплей это заранее поджидать врагов за всякими поворотами углами туннельчиками по перкам принципе у меня как обычно много перковый экипаж там как обычно все ремонт и маскировки боевое братство перки на обзор перки на стабилизацию в принципе это на всех танках я поэтому особо не акцентируюсь на перках потому что но просто везде много перков у меня во первых а во вторых везде практически качается одно и то же поэтому это не особо интересно вот такой у нас получается танчик и су-152 к с уникальным геймплеем который я считаю что этот танк вообще в принципе не нужен ни для чего в ангаре но если он у вас уже каким-то образом очутился можно попробовать для разнообразия превозмочь и попытаться его реализовать все советы которые я мог дать вам я вам рассказал все особенности которые я на нем понял все ошибки которые я исправил и в каком месте я их исправил я вам рассказал очень важно оборудование стиль геймплея и суть того что вам нужно делать в бою понимание чем важнее всего заниматься на этом корыте ну и как обычно как вы уже заметили на стримах когда берешь три отметки нужно всегда подгонять себя и спешить чтобы в любой момент можно было поехать посвятить поскольку эти лишние циферки всегда приносят три отметки и даже на тяжах и даже на таких тупых пт как и су-152 к поскольку если стоять по углам и вообще не шевелиться никуда не спешить за циферками не успеешь нужно гоняться по всей карте за этими цифрами думать понимать где и в какой момент лучше всего находиться пишите свое мнение в комментариях как вам этот танчик я знаю что там много защитников этого ведра любят люди на нем сидеть в углу там где-то в кусту и ковыряться в носу как они сами говорят мне этот танк не нравится я не понимаю зачем он нужен в игре я его реализовал но играть больше я на нем не хочу спасибо неприятный танк но что-то на нем делать можно с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока